Зимник, проходящий по территории нашего округа, будет достроен во второй половине декабря. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кошин. При этом глава региона напомнил, что сроки готовности зимника зависят в том числе от погодных условий. В этом году мы немножко видоизменили схему торгов по этому зимнику. Мы договорились с компанией «Лукойл Коми» в счет социально-экономических платежей. Игорь Кошин провел рабочую встречу с генеральным директором компании Петром Оборонковым, который сообщил о том, что подрядчики уже приступили к работам и планируют завершить их в 20-х числах декабря. В настоящее время обсуждаются варианты строительства зимников и по трем другим направлениям – Верхнепечорье, Нижнепечорье и на востоке Наода, Харуты и Харивера. Для пользования этими дорогами администрации округа рассматривается вариант прокладки и вешкования трасс. При этом предпринимателям необходимо будет использовать технику, которая не окажет большого давления на снежный покров и на лед. Это могут быть, например, треколы. Достигнуты договоренности из компании «Лукойл Коми» по строительству участка зимней дороги, ведущей от Харивера до основного зимника. В ближайшие дни станет известен подрядчик. Еще один зимник от Харуты до реки Адзивы, который местные жители называют «дорогой жизни», строить пока некому. Его протяженность составляет 28 километров. Губернатор округа поручил руководству Заполярного района активизировать переговоры по данному вопросу с Интинским районом Республики Коми. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова